Итак, меня зовут Сергей Лосев, компания Metronix. Компания занимается разработкой системы мониторинга и тестирования аккумуляторных батарей. Я расскажу вам, как работает наше оборудование, что оно позволяет делать и какие преимущества для вас приносит. В первую очередь, применение аккумуляторных батарей. Сфера применения очень широкая, начиная от телекома, центров роботки данных и заканчивая промышленными предприятиями и энергетическими объектами. Аккумуляторная батарея является основной причиной выхода из строя источника бесперебойного питания. И в том случае, если мы не уделяем достаточное внимание аккумуляторной батареи, то мы рискуем потерять важнейший элемент системы бесперебойного электроснабжения, это ИБП. Батарея, которая установлена в источниках бесперебойного питания, большая часть дефектов, встречающихся, это неправильное применение производственных дефектов и некоторые форс-мажорные обстоятельства, как то температурный режим и прочее. Значит, какие методы контроля аккумуляторных батарей вам известны? Кто-нибудь знает? Нагрузочное тестирование. Совершенно верно. О, внутренний тест ИБП, конечно же, который присутствует. Нагрузочное тестирование и методы экспресс-тестирования, о которых я и расскажу. По вашему мнению, какой недостаток внутреннего теста ИБП? Есть ли он вообще? Совершенно верно. Внутренний тест ИБП говорит лишь о состоянии всего массива батареи. Не каждого элемента, а именно всего массива. Это его основной недостаток. То есть, что происходит с каждой батареей, мы не знаем. Какой недостаток у нагрузочного тестирования? Долго. Уменьшает срок службы аккумуляторных. Долго. Уменьшает срок службы. А еще? Отключать батарею нужно. Еще какие есть варианты? Большие трудозатраты. Да, на самом деле, большие трудозатраты и большие затраты по электричеству. То есть, вам нужно зарядить весь массив. Кто-то за электричество уже должен платить. Таким образом, есть три основных метода. И мы остановимся на методе экспресс-тестирования. Что позволяет делать технология или методы экспресс-тестирования аккумуляторных батарей? Это, наверное, похоже на ультразвуковое исследование в медицине. То есть, мы, не воздействуя на объект, незначительное воздействие, получаем информацию о его внутреннем состоянии. Воздействие идет переменным сигналом частоты от 20 до 100 Гц. И мы измеряем внутреннее сопротивление батареи. Вы спросите, при чем тут внутреннее сопротивление и как оно связано с остаточной емкостью, с самым важным параметром, который нам и необходимо узнать. Компания Metronix за последние 30 лет провела ряд исследований. И эти исследования показали, что проводимость, величина обратная внутреннего сопротивления, прямо пропорциональна остаточной емкости. Таким образом, зная проводимость, измерив ее, мы можем оценить остаточную емкость данной аккумуляторной батареи. Здесь представлены результаты измерения нескольких десятков батареи в одной линейке у одного ИБП. По оси Y это значение проводимости. Вы видите, что два значения очень высокие, три значения очень низкие. Как вы думаете, о чем это говорит? То есть, те, которые верхние, это отличное состояние. А какие хорошие? Хорошие, которые средние. Да, хорошие, которые средние. Те, у которых очень высокая проводимость, это короткие замыкания внутри. То есть, батарея уже тоже вышла из строя. Те, которые низкая проводимость, это низкая остаточная емкость. То есть, проведя такое измерение, мы можем сказать, какие батареи обладают низкой остаточной емкостью, какие нужно уже заменить. И таким образом, они не начнут уже влиять и не выведут из строя всю оставшуюся линейку. Ну, вы их отдельно проверяете или в комплекте? Нет, каждую батарею отдельно. Тогда вот раздвижение, на каждой батарее все идет. Все нормально, если отдельно, что у меня есть? Конкуритируют, соединяя каждую батарею. Нет, если один элемент на короткозам, то все средние элементы обязательно будут провалены. Даже если отдельно провалены, если они в одной группе стоят. Ну, это не короткое замыкание полноценное, да? То есть, тут не бесконечность проводимости все-таки. Просто превышает среднее обращение. Более низкое сопротивление внутренних. Нет, понятно, что если батарея будет действительно как проводник, то с соседней батареей тоже почувствует себя не очень хорошо. Данное тестирование выполнено с применением одного из наших тестеров. Значит, что такое... Ну, по временным затратам, это порядка 5-7 секунд на одну батарею измерения. Ну, на 1 ЭБП из... Вот из моей практики группа, там, 30-40 батареи, это где-то полчаса уходит со всеми подготовительными работами. Ну, и вывели на 5... 5... 5 неисправных батареей. Вот как это выглядит. С самим прибором можете ознакомиться у нас на стенде. На картинке было показано, что не отключались аккумуляторные батареи. Да. То есть, не надо отключать приборы? Нет. Их отключать не надо. Единственное требование, что заряд должен быть не менее 90%. И следующее направление нашей работы, это система постоянного мониторинга аккумуляторных батарей. У нас она называется CLGAPS-систем. Значит, эта система состоит из трех компонентов. Это самый маленький. Это датчик, который устанавливается один на две батареи. Второй, который с желтой наклейкой наверху, это модуль VTC, который анализирует состояние линейки батарей. И самый большой модуль с антенной, это концентратор, который собирает данные со всех компонентов системы по радиоканалу. Значит, что делает датчик? Датчик измеряет проводимость, уже знакомую вам, по ней оцениваемую остаточную емкость, напряжение, температуру, сопротивление перемычки. И все эти данные по беспроводному каналу отдаёт на концентратор. Общение происходит по протоколу ZigBee. Частота 2,4 ГГц. Значит, один датчик на две батареи. Топология системы выглядит следующим образом. То есть, если у нас 40 батарей на ИБП, у нас 20 датчиков, один модуль, который измеряет характеристики линейки, и один концентратор. Значит, всю эту информацию по протоколу TCP-IP, по Ethernet, мы передаем в наше программное обеспечение. Также вы можете эту информацию получить по протоколам от вас и SNMP. Программное обеспечение – это веб-сервер на базе Apache, который позволяет организовать доступ через браузер с клиентской машиной. То есть, на нем представлена вся система аккумулятной батареи, установленных у вас. с характеристиками каждой батареи. Также эта система рассылает сообщения по электронной почте в случае выхода параметров за некие пределы, заданные вами. Таким образом, три основных компонента системы тестирования и мониторинга аккумуляторных батарей – это тестеры, мониторинг и программное обеспечение, которые позволяют вам понимать состояние вашей системы АКБ и предотвратить тем самым потери в будущем и сэкономить деньги на замене аккумуляторной батареи. Какие есть вопросы? Вот скажите, у вас какая-то там своя методика, она как-то сертифицирована, потому что есть классические методы, да, там, а у вас указано там пять секунд, по-моему, на батарею. Да. Вот, мы привыкли, ну, вот, есть регламенты, операторов связи и прочее, там батареи разряжают, прочее, это часами длится. Как это вообще в России? Вот сертифицировано, как это применять и так далее? Очень важный вопрос. Это что-то уникальное, то есть, какой физический принцип, ноу-хау, то есть, чудес же не бывает. Наше оборудование внесено в госреестры средств измерений, сертифицировано, и ряд производителей аккумуляторных батарей, такие как Норстар, и, которые названы, выйдет из головы, они применяют наши методы для оценки и для гарантийной оценки аккумуляторных батарей. Также у нас есть примеры письма, от операторов связи, от клиентов, которые проводили тестирование нашим оборудованием и классическим разрядным тестом. Еще вопросик. А кто-то из вендоров, кто производит источники беспребывного питания, использует подобные технологии? Либо, допустим, с вами связывается на то, что это является? Мы в мире очень плотно сотрудничаем с EPC, со Шнайдером, а так, в принципе, никаких ограничений по вендорам и по ИПП здесь нет. А кто-то использует реальные методы диагностики больших систем? Встрet. Свои продукты, да? Ну, так, чтобы вот прямо... Большая инфраструктура очень странно вешает на кучу аккумуляторов датчики, то есть не собирать. То есть желательно, конечно, чтобы это все было в единую систему. Вы имеете в виду единую систему диспетчеризации? Ну, фактически, да. То есть контроль как бы за... Ну, я понял вас. Ну, здесь проблем не возникает. Матбас открытый протокол. И с NMP. То есть здесь интегрировать можно, в принципе, в любую систему модернизирования. А что касается вендоров, то очень плотно это EPC, а все остальные, как бы, ну, они просто не знают о том, что эта система установлена обычно. Она независима. И все равно интегрируется на уровне компании-поставщика решения. Можно ориентироваться на стоимость датчика. Это стоимость датчика где-то порядка 220-250 евро для конечного заказчика. Это на две батареи. Ну, сейчас, честно скажу, не помню, но на фоне количества датчиков это контроллер с модулем ETC не растворяется. Ну, где-то так, да. Основная цена, конечно, датчик, потому что это количество батарей. Ну, спасибо большое. Да, еще один вопрос. Секундочку. Производители аккумуляторов рекомендуют использовать аккумуляторные батареи одной партии, но в одной группе одной партии. Если мы используем это при помощи вашего прибора, выявляем некондиционные батареи, и их как можно потом использовать оставшиеся батареи? Потому что менять одну батарею опасно. Она новая батарея, даже того же производителя, но из другой партии может просто вывести из строя группу. Ну, у вас остается какой вариант? Либо оставить все как есть и подождать, пока вся линейка умрет. И тогда, конечно, производитель батареи будет точно рад, потому что вы купите у него целую линейку. То есть вы рекомендуете менять по одной батареи, а не менять это как... Вы продлеваете жизнь и усилие системы своей. Тем более, что вы видите состояние каждой батареи, и если начинает параметр очень сильно ухудшаться, вы просто заранее это можете предсказать. Так, конечно, желательно, чтобы это было одна партия. Да, да, конечно. То есть данный прибор по-хорошему можно использовать только для критического выявления батарей без грубого разряда. Да, совершенно верно. То есть для сервисного обслуживания вместо того, что вы несколько дней проведете на объекте, вы это сделаете за несколько часов и будете иметь то же самое. Ладно, спасибо большое. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо Сергею за поддержку. А у нас Евгений Журалев уже...